всем привет господа напишите в чат как меня слышно как не видно вроде звук есть все хорошо и так соответственно мы с вами разобрали мет потенциалов правильно на прошлом вебинаре мы посмотрели как мы вводим потенциал как мы работаем с резисторами как мы работаем с диодами как мы работаем с конденсаторами сегодня мы разберем второй метод электрических цепей это правило киргофа на самом деле в принципе они вытекают из мета потенциалов как раз даже покажем вывод правил киргоф откуда они вытекают и соответственно посмотрим как они применяются электрических цепях это первый час нашего вебинара второй час вебинара соответственно мы с вами посмотрим различные виды симметрии в целом как они существуют то есть симметрии по большей части встречаются в олимпиадных задачах 8 9 класса поэтому мы просто познакомимся о том что такое симметрия как они их можно решать а дальше соответственно на втором сегодня вебинаре мы рассмотрим конденсаторы в цепях электрического тока и соответственно посчитаем закон сохранения энергии для электрических цепей когда мы используем конденсаторы на следующей неделе в четверг у нас вебинар будет по нелинейным процессом в электрической цепи то есть например когда мы ключ замыкаем размыкаем надо найти напряжение в какой-то момент или силу тока протекает через конденсатор какой-то момент в процессе зарядки и после этого соответственно воскресенье следующая мы начинаем второй параллельный раздел это геометрическая оптика то есть вот как раз со следующей недели мы начинаем параллелить нашу подготовку мы параллельно изучаем сам геометрическую оптику и параллельно изучаем с вами электрические цепи если у вас какие-то вопросы ко мне на данный момент если да то напишите в чат но в принципе я предлагаю начинать и так значит что мы с вами знаем мы записывали с вами на прошлом вебе татьяне к санарин тоже привет передавайте итак на прошлом вебе мы рассматривали закон ома для неоднородного участка цепи правильно крутая тема нам школе сказать что такого нет на и г а вы имеете правило киргофа так да и грешником надо посмотреть второй вебинар сегодня то есть единственное что и грешником не надо в принципе смотреть сегодня это только симметрию потому что вот симметрии точно на и г нет но правило киргофа применять на и г можно единственное их нельзя называть правильного киргофа мы об этом поговорим с вами когда будем разбирать задачи из прошлых из прошлого дзе из прошлого дзе давайте устроим разбор вот через неделю то есть на следующей неделе мы поговорим еще конденсаторах поговорим о геометрической оптики а через неделю соответственно устроим разбор всех предыдущего дзе да в жизни все пригодится согласен хороший тезис и так значит напомню если у нас есть например резистор и источник тока да то у нас например здесь потенциал фи-1 здесь потенциал фи-2 дальше допустим у меня течет ток в эту сторону дальше здесь у меня и ds сопротивление r я хочу почитать потенциал допустим я предполагаю что я знаю потенциал фи-1 чему у меня будет например равен потенциал вот в этой точке он соответственно будет равняться потенциалу фи-1 минус и r почему потому что произведение силы тока на сопротивление это соответственно падение напряжения то есть то насколько у нас уменьшается потенциал да и если мы как раз вычитаем из потенциал который у нас был получаем потенциал после резистора дальше когда мы переходим через источник то источник нам добавляет потенциал равные ds получается что в этой точке у меня потенциал какой фи-1 минус и r плюс ds и он равняется кросс потенциалу в точке фи-2 получаем что у нас фи-2 равно фи-1 минус и r плюс и ds так хорошо замечательно а теперь соответственно давайте немножко преобразуем это все счастье и запишем это в таком виде фи-1 минус фи-2 плюс и ds равно сила тока умножить на сопротивление то есть я и r перенес направо фи-2 перенес налево вот это у нас как раз закон ома для неоднородного участка цепи правильно фи-1 минус фи-2 это напряжение по факту между двумя этими точками и так здесь на самом деле если мы запишем в более правильном виде то он записывается следующим образом это фи-1 минус фи-2 плюс сумма ds и тых там от 1 до n равно сумме и r ну соответственно например там и катых r катых к от 1 до до чего например до м да то есть на самом деле закон ома у нас для неоднородного участка цепи выглядит вот в таком виде то есть это алгебрическая сумма падения на алгебрическая сумма ds это алгебрическая сумма падения напряжений так на софлан немножко не понял ваш последний комментарий именно из прошлых много ведь задач было немного не понял про что вы именно пишите соответственно смотрите давайте представим что у меня есть какая-то цепь у меня есть цепь итак источник тока ds дальше здесь соответственно у меня будет например 2 ds далее один резистор второй резистор сопротивлением r и 2 r и например у меня ток пусть идет вот в эту сторону сила тока соответственно что я могу записать я могу записать вот этот же закон для всего контура каким образом но если я просто возьму и пройдусь вот по этому контуру например вот в этом направлении то что у меня получится если я иду в этом направлении у меня два ds соответствует моему направлению да получается что у нас вот а точнее даже давайте так возьмем эту точку скажем что это fi1 и пройдемся к ней и вернемся опять же в эту исходную точку только назовет потенциалом fi2 соответственно у нас получается что разность потенциалов между этой точкой эта точка на чему равна нулю если я возвращаюсь в эту то есть я беру из этой точки иду против часовой стрелки возвращаюсь ниже получается меня раз потенциалов равна нулю и весь закон записывается простом виде то есть меня останется только вот эта часть господа это и есть одно из правил киргофа которая звучит следующим образом что алгебрическая сумма ds равна алгебрической сумме падений напряжений как теперь мы это рассчитываем то есть если у вас есть например вот такой контур что вы делаете вы соответственно выбираете направление контура по часовой стрелке или про часовой всегда желательно выбирать в одну и ту же сторону чтобы было удобнее например я всегда выбираю про часовой стрелки дальше что мы делаем мы выставляем все токи в электрической цепи во всех ветках и соответственно вы идете следующим образом точнее действуйте следующим образом куда у вас действует каждый из источников напоминаю что действует источник от минуса к плюсу то есть здесь у вас источник действует вправо влево здесь у вас источник действует вправо соответственно как вы запишите тогда вот этот закон запишется у нас легко и просто у вас 2 ds действует влево я иду соответственно как раз вот у меня идет обход против часовой стрелки когда я его обхожу, получается, что у меня соответствует направление обхода с действием источника. Получается 2 ЭДС. Дальше здесь у меня возникает минус ЭДС, потому что, соответственно, я иду против своего источника. И все это равно чему? Здесь у меня на этом резисторе падение напряжения чему равно? Сила тока умножить на R. Ток у меня сонаправлен с контуром, поэтому получается, что это И умножить на R. И здесь у меня ток также сонаправлен с обходом контура, получается плюс И умножить на 2R. Вот мы и записали правило Киргофа, что у меня алгебрическая сумма ЭДС с учетом знака, то есть слово алгебрическое обозначает то, что мы суммируем с учетом знака направления, равна алгебрической сумме падения напряжений. Давайте сразу же рассмотрим несколько примеров, чтобы вы осознали, как он записывается. То есть возьмем какую-то более сложную цепь. Не-не, я понял про то, что вы писали именно из прошлых ДЗ. Да-да. Смотрите, давайте рассмотрим вот какую-нибудь такую классную цепь. Например, у меня здесь будет источник, у него будет внутреннее сопротивление. Дальше здесь, соответственно, так действует источник, у него будет внутреннее сопротивление, есть еще какой-то резистор R. Дальше, соответственно, я подключаю все это счастье еще, например, к третьему источнику. И здесь у меня будет два резистора. Вот. Замечательно. Итак, здесь, соответственно, пусть у меня будет ЭДС. Здесь R малое, здесь R большое. Дальше здесь, например, 2 R малое, 3 ЭДС, здесь 2 ЭДС, 3 R и, соответственно, здесь, например, 2 R. Вот такая у нас цепь. Что нам будет известно? Итак, дано. Дано ЭДС, даны сопротивления. Найти все токи в этой цепи, которые протекают. Значит, как вы поступаете? Первое. Вы должны расставить все токи во всех ветках вашей цепи. Как вы выставляете токи? Ну, вообще, на самом деле, конечно, надо посмотреть, подумать, куда могут быть направлены токи. Но, в принципе, если вы не угадываете с направлением тока, то нет ничего страшного. Он просто в конце у вас получится отрицательным. Поэтому вы можете выставить его, в общем-то, наугад. Давайте, кстати, еще условимся следующее. Скажем, что, например, внутреннее сопротивление R равно сопротивлению R большое. Итак, выставляем токи. Здесь, соответственно, вот по этой цепи пусть у меня ток идет в эту сторону. Назовем это током И1. То есть вот по этой ветке у меня течет ток И1. По верхней ветке пусть у меня течет в эту сторону ток И2. И, соответственно, пусть у меня здесь течет ток И3. Ну что ж, отлично. Дальше. Как вы записываете правила Киргофа? Вы считаете, в первую очередь, количество ваших узлов. Что такое узел? Узел – это там, где у вас соединяется больше двух проводов. То есть от трех проводов и более. Сколько здесь в этой цепи у меня узлов? У меня здесь два узла. Вот он, узел 1. Вот, соответственно, узел 2. Соответственно, вы записываете первое правило Киргофа. А первое правило Киргофа звучит очень легко и просто. Мы по факту его уже использовали в методе потенциалов. Это то, что у нас алгебрическая сумма токов в узле равна нулю. Или, как мы более по-простому говорили, сколько у нас токов втекает в узел, столько токов и вытекает. Соответственно, это как раз есть первое правило Киргофа. Вы считаете количество узлов и записываете количество уравнений ровно на одно меньше, чем количество узлов. Потому что если вы запишите, например, первое правило Киргофа для всех узлов, то у вас получится то, что одно из уравнений вытекает из всех остальных просто. Так, а бывают случаи, когда метод потенциалов не получится применить и нужно будет писать правило Киргофа? На самом деле нет. Особо такого не бывает, потому что Киргоф вытекает просто из метода потенциалов. То есть просто кому-то удобнее использовать правило Киргофа, кому-то удобнее использовать метод потенциалов. Но по факту это два метода, которые один вытекает просто из другого. То есть правило Киргофа является, условно говоря, следствием метода потенциалов. итак что мы значит здесь получаем смотрите я хочу записать алгебрическую сумму токов вот для этого узла для правого узла как ее запишу какие токи у меня втекают в этот узел у меня втекает ток и 2 а вытекает ток и 1 а соответственно нет не втекает ток и 2 итог и 3 втекает а вытекает ток и 1 тем самым получаем что у меня и 2 плюс и 3 равно вытекающим току и 1 дальше соответственно вы считаете количество своих неизвестных ну сколько у нас здесь неизвестных у нас три неизвестных правильно это три тока который мы как раз хотим найти значит чтобы найти три неизвестных сколько мне нужно составить уравнений мне нужно ставить три уравнения одно уравнение у меня уже есть значит я должен составить еще два уравнения по второму правил киргофа это то что алгебрическая сумма токов в замкнутом контуре в замкнутом контуре равна алгебрической сумме падения напряжения вы выбираете два контура сколько вообще здесь замкнутых контуров у нас господа здесь у нас три замкнутых контура первый контур это вот этот контур то есть внутренний второй контур это соответственно если я буду вот так свою цепь обходить то есть я должен пройти по замкнутому пути это второй контур и третий контур это соответственно если я прохожу вот таким образом вот он у меня третий замкнутый контур соответственно мы должны выбрать два из этих контуров любые давайте я выберу соответственно вот этот внутренний контур и второй контур у меня будет вот этот то есть я выбираю вот такой контур давайте даже мошка еще цвет выберу и выделю эти контуры то есть я хочу выбрать вот такой вот контур вот на контур он чик 1 да и второй контур какой-нибудь цвет еще есть у меня второй контур соответственно вот такой мне будет нет первое правило киргофа это то что у вас сумма токов в узле алгебрическая равна нулю на то что сумма токов втекающих равна сумме токов вытекающих правильно написали и так соответственно вот мои два контура смотрите оба контура я буду обходить против а нет получится по часовой стрелке давайте вот для красного контура запишем второе правило киргов как оно будет выглядеть соответственно допустим я начинаю по и ds ком смотреть я обхожу вот таким образом у меня здесь ds действует налево и здесь и ds действует направо сейчас когда я обхожу так контур то у меня направление обхода контур соответствует направлению ds получается то что этот 3ds дальше я иду здесь у меня плюс 2 ds все больше у меня источников здесь нет равно сумме падения напряжения где происходит падение напряжения они происходят у вас на реестрах и конденсаторах но про концатор пока мы не говорим да у нас есть только резисторы получается что у меня напряжение падает вот на этом резисторе и на этих двух резисторах здесь получается что у меня ток и 2 умножить на 3r плюс соответственно и 1 умножить на 2r и плюс и 1 умножить на 2r малая вот соответственно мы записали с вами правил киргофа да это у нас как раз и есть падение напряжений при этом везде знаки плюс у нас почему потому что так совпало что мы направили токи в соответствии с направлением контура давайте запишем теперь что у нас происходит по нижнему зеленому контуру здесь я опять же обхожу по часовой стрелке у меня этот источник действует направо обхожу я контур снизу получается налево иду тем самым у меня действие источника направлено вот в эту сторону обхожу контур я вот так то есть у меня идет минус ds потому что я иду против источника здесь та же самая ситуация у меня источник действует налево а я обхожу его иду направо соответственно минус 3ds равно чему равно сумме падений напряжений здесь соответственно когда я иду у меня вот в этой ветке идет ток и 1 и при этом обход не соответствует направлению тока получается что это минус и 1 умножить на 2r и минус и 1 умножить на 2r большое и снизу что у меня выходит это минус и 3 умножить на r и минус и 3 умножить на r малое потому что опять же ток идет у меня направо а я обхожу контур понизу налево соответственно вот мы записали три уравнения то есть у нас есть системы с трех уровней с тремя неизвестными мы можем спокойно решить так если у вас вопросы по записанным трем уравнениям господа если все понятно поставьте плюсик чат если есть вопрос то задавайте их да давайте разберемся как мы направили и дальше решим эту систему из трех уравнений да ты здесь я просто ну условно говоря не угадал с направлением обхода контур то есть его конечно было бы наверное лучше бы обойти наоборот против свой стрелок чтобы все величины были положительные но в этом нет ничего страшного то есть мы можем просто поделить на минус 1 и так давайте чуть преобразуем эти уравнения во первых воспользуемся тем фактом что я сказал что r малая пусть у нас будет равно и большому тогда получается у нас 5 ds равно и 2 умножить на 2r плюс и 1 умножить на 2r плюс и 1 умножить на 2r нижняя минус и 3r минус и 3r минус и 3r ну еще немножко их преобразуем конечно я максим олеговича брал очки естественно и так значит что у нас вытекает из всего этого тут получается и 22r дальше плюс 4 так давайте двойку немножко изменим значит 2 и 2r плюс 4 и 1r а здесь соответственно поделимся на минус 1 4 ds равно 2 и 2 получается 4 значит 4 и 1r плюс 2 и 3r все вот они наши два уравнения вот эти мы используем и плюс еще сумма тока в бузле здравствуйте где 3r а да стоять вот здесь было 3r а я его и 2 да 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 здесь 3r согласен и соответственно здесь тоже получается три да верно все больше всего нормально да по гидродинамике не по гидродинамике пока не планировали она в целом в олимпиадной физике не очень представлено сама гидродинамика или вам просто интересна эта тема и так значит что мы сделаем давайте подумаем давайте выразим какой-нибудь ток который мне неприятен например я возьму и и один подставлю в это и в это уравнение давайте так вот это вот сотрем да я r мало и заменил на р большое потому что по условию сказал что пусть у нас это так будет значит подставляем и один в эти два уравнения что у нас выходит 5 ds равно 3 и 2 r плюс 4 и 2 r плюс 4 и 3 r так преобразуем получаем 5 ds равно 3 плюс 4 это 7 7 и 2 r плюс 4 и 3 r здесь соответственно 4 плюс 2 6 до 4 ds равно 4 и 2 r плюс 6 и 3 r и так вот мы получили систему из этих двух прекрасных уравнений ну и собственно можем найти и 2 и 3 давайте что мы сделаем например хочу умножить что могу я умножить здесь я соответственно могу умножить на 3 здесь могу умножить на 2 чтобы потом их благополучно вычесть и так умножаем на 3 получается 15 ds равно 21 и 2 r плюс 3 на 4 сколько у нас 12 и 3 r здесь соответственно 8 и 2 r плюс 6 на 2 12 и 3 r супер теперь соответственно вычитаем например из верхнего уравнения нижнее что у нас получается 15 ds минус 8 ds это у нас это у нас 7 ds равно 21 минус 8 это у нас сколько это 13 13 и 2 r да это у нас сократилось ну соответственно отсюда мы находим то что у нас ток и 2 равняется 7 13 эдс на р и так мы с вами нашли ток и 2 дальше соответственно что вы делаете находим ток и 3 например из этого уравнения и находим уже ток и 1 как сумму их куда бы это записать чтобы красиво было ну давайте соответственно например какое уравнение мне нравится мне нравится вот это уравнение из него я выражаю ток и 3 у меня ток и 3 чем уравняется и так это у меня будет получается сейчас если я все поделю на r нет ладно давайте поэтапно чтоб все нормально было значит 4 и 3 r равно 5 ds минус 7 r умноженный на ток и 2 то есть это 7 13 эдс на r ну и теперь соответственно у нас эрки здесь благополучно сокращаются и получаем что ток и 3 равен чему 5 эдс минус 49 13 эдс поделить на сколько поделить на 4 r тем самым мы с вами нашли ток и 3 да ну и как мы находим ток и один ток и один соответственно просто подставите ваш ток и 2 и 3 сюда вы подставляете их и считаете тем самым считаю что задача решена ну до финальных ответов уже доводить не будем потому что здесь остается просто тупо счет ничего более интересного так господа ваши вопросы по данному номеру если понятно то поставьте плюсик в чат и давайте соответственно рассмотрим еще несколько электрических цепей только мы уже не будем до конца расписывать а мы просто позаписываем для них правил киргофа чтобы вы до конца осознали именно как это делается да если есть какие-то вопросики задаем то есть мы сейчас рассмотрим еще несколько различных вариаций электрических цепей но соответственно будем просто уже записывать эти правила без соответственно без чего просто будем записывать правила так все вопросов не да замечательно так какую цепь мы придумаем ну давайте что-нибудь интересное например так чтобы у нас было побольше уравнений пусть соответственно у меня будет источник резистор здесь какой-нибудь резистор источник тоже действует и это у нас все благополучно как-нибудь как-нибудь красиво соединяется в такую цепь где здесь тоже будет стоять резистор далее здесь резистор источник и куда-нибудь хочу это все подсоединить красиво здесь резистор поставим так ну что-то пока очень просто до цепь смотрится как-то некрасиво такая простота нас не интересует да ну и давайте подключим это все благополучно вот сюда а вот такая вот картина будет почему бы нет в принципе да и так здесь будет р здесь два р здесь три р р р 2 р р дальше здесь соответственно например 5 эдс 3 эдс 4 эдс эдс 2 эдс все почему бы нет давайте конденсаторов добавим следующую цепь рассмотрим с конденсаторами отличная идея треугольник пока разберем чуть позже сегодня треугольник разбирать не будем так оптика оптика будет вот соответственно уже на следующей неделе вот на это которая будет следующий да с понедельника мы с вами как раз воскресенье будем разбирать уже геометрическую оптику начнем то есть я говорил потому что мы будем параллельно разбирать электродинамику всю с электричеством а дальше также параллельно будем геометрическую оптику рассматривать итак первое что вы с чего начинаете делать не 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 катушки пока катушки пока не рассматриваем господа катушки мы еще не разбирали итак первое что мы будем здесь делать этого надо расставить все токи давайте направим токи пусть здесь у вас ток будет и 1 здесь соответственно например ток и 2 далее соответственно здесь ток и 3 здесь ток и 4 замечу то что токи я расставил вообще не думая о том куда они могут быть направлены мне пока это не принципиально да то есть я просто расставил токи вообще хатичном порядке дальше соответственно что вы делаете вы считаете сколько у вас количество узлов здесь на самом деле схема не очень удобно у нас нарисовано почему потому что например вот по этому участку у меня идет ток хотя чего давайте из изменила давайте добавим сюда резистор и все и будет красиво вот он у меня еще один резистор здесь сопротивление например 2r и и здесь тоже добавлю резистор хотя нет здесь не буду добавлять резистор и так соответственно что мы рассматриваем сколько у нас на самом деле узлов и диоды засовывать не будем с ними все гораздо будет сложнее итак у нас здесь есть раз узел второй узел так дальше эта ветка и так 3 и 4 узел но смотрите на самом деле вот эти два узла являются для нас одним узлом почему потому что ток который протекает вот по этому проводу мы его напрямую найти через падение напряжения никак не можем так у нас здесь нет просто никакого резистора то есть мы понимаем что у нас здесь потенциал и в этой точке они потенциал одинаковый тем самым для нас с точки зрения электрической цепи это один и тот же узел поэтому по факту мы имеем здесь не 4 узла а только три узла значит сколько мы должны составить уравнение по первому правилу киргов верно на одно количество узлов меньше тем самым получаем что у нас здесь всего будет два уравнения в первом правиле киргов давайте их запишем так я все токи в цепях оставил да в общем то все значит смотрите давайте запишем например вот для этого узла у нас в этот узел втекает ток и один и ток и два получается и один плюс и два здесь соответственно а нет кстати какой то у меня вот здесь ток не показан назовем вот током и 5 втекает у меня и 1 и 2 вытекает ток и 5 весная могу записать например для этого узла закон он как будет выглядеть то что у меня втекает ток и 5 а вытекает у меня ток и 3 и соответственно и 4 то есть и 3 плюс и 4 так записали ну соответственно здесь на самом деле для этих двух узлов вы бы какие правила записали так никак не могу понять почему мы его не учли да здесь нет никакого сопротивления то есть у вас здесь ток который протекает ток и 6 он соответственно просто но нет вы можете условно говоря записать дополнительно это уравнение но ток и 6 вам добавит только лишь по началу геморроя и не поможет вам решить нам потому что у вас нигде он не будет участвовать как в падении напряжения то есть здесь у вас есть сопротивление здесь у вас есть падение напряжения на этих токах да а здесь у нас нет никакой этой ветки поэтому для нас в принципе это пока что один тот же узел и нагружать без того на самом деле большую систему уравнение пока просто не рекомендуется поэтому мы условно говоря принимаем то что у нас вместо четырех узлов вот этот узел можно объединить как одну и ту же точку рассмотреть да вячеслав все правильно то есть у нас левые два это по факту один и тот же узел просто я взял и их развел на своем рисунке но в принципе если бы я постарался то я мог бы сделать смотрите что я мог сделать я мог вот взять и вот так пустить провод да ну и тем самым все вот у меня получается как бы был одним бы узлом но давайте все же так не будем делать чтобы цепь была красивой и записываем вторые правила киргофа какие контуры мы выбираем значит у нас всего здесь сколько токов неизвестных которые вот фиолетовым раз два три четыре пять меня пять неизвестных пока что только два уравнения значит сколько мне нужно контуру взять мне необходимо взять три контура ну первый контур легко выбирается это соответственно вот этот внутренний контур давайте его обходить вот таким образом значит алгебрическая сумма эдс как мы ее здесь с вами запишем у меня получается этот источник действует в сторону обхода контура поэтому это будет 5 эдс этот источник действует против обхода контура поэтому это будет минус 3 ds и все это равняется здесь у меня будет и один умножить на r дальше здесь я обхожу контуру я иду против тока поэтому это будет минус и 2 умножить на 2 r и здесь соответственно опять же я обхожу против тока потому что здесь нет еще ток и 2 направлено на правда поэтому это будет минус и 2 умножить на 3r и так вот мы записали правила киргофа вот для этого контура так то есть если мы видим когда два узла рядом не разделены резистором то считаем их за один ну с точки зрения электрической цепи это получается один узел да потому что у них будут одинаковые потенциалы как я количество контур определил еще раз смотрите то есть я определяю на количество уравнений которые должен записать по количеству контуров то есть контур здесь на самом деле больше чем 3 я определяю то что у меня сколько неизвестных раз два три 4 5 не 5 неизвестных так при этом соответственно я записал всего лишь только два уравнения потому что мы сказали что у меня раз два три узла я записываю количество вот этих уравнений по первому правилу киргофа на одно меньше а дальше соответственно все остальные уравнения я должен записать именно чтобы решить полностью систему уравнения вниз меня пять неизвестно то меня должно быть чтобы у меня было пять уравнений значит мне необходимо еще три уравнения то есть выбрать три контура причем контур я должен выбрать таким образом чтобы у меня каждый ток и каждый резистор хотя бы вошел по одному разу в эти уравнения так все ответили на вопросы дальше соответственно давайте еще выберем контур ну например я выберу вот этот контур вот такой и буду его обходить вот таким образом как у меня запишется уравнение здесь у меня ds действует в эту же сторону что и обход контура получается 3 ds дальше и здесь у меня источник действует противоположную сторону получается минус 4 ds равно сумме падения напряжений значит у меня здесь идет напряжение ток у меня идет в эту сторону он соответствует направлению обхода контура получается что это ток и 2 умноженный на сопротивление резистора 3r дальше здесь это и 2 умноженный на 2 r здесь и 5 плюс и 5 умноженный на 2 r здесь соответственно плюс и 3 умноженный на r и плюс и 3 умноженный на r ну вот отсюда я точно понимаю что с каким-то током видимо я ошибся почему потому что 3ds минус 4 будет минус ads а здесь вроде как типа все положительные величины значит на самом деле какой-то истоков по любому у меня неправильно направлен ну и при решении этой системы уравнений я на самом деле это смог бы выяснить так в одной книжке написано что количество уравнений второго правила киргофа это число веток минус число узлов плюс 1 ну давайте соответственно проверим это правило у нас сколько веток получается 1 веточка вторая ветка 3 4 и 5 у меня всего 5 веток 5 веток здесь дальше соответственно минус количество узлов мы сказали то что у нас три узла то есть минус 3 узла и плюс 1 но тем самым получаем что до выходит 3 уравнения все верно такое правило действительно существует у нас просто чтобы не запутаться с этим правилами обычно я всегда рассказываю в таком концепте что у нас есть просто количество узлов какое-то вы читаете на одно меньше и соответственно записывайте для них сначала потому что по узлам записывается уравнение легко и просто по первому правилу по второму правилу просто читайте сколько вам нужно записать этих уравнений дополнительных потому что обычно всегда цепи все же даются такие чтобы можно было определенно их решили и так и третий контур смотрите я могу выбрать например вот этот контур но если я запишу вот такой контур то будет у меня проблема возникать какая у меня вот эти источники и вот этот резистор итог и 4 не будет не входить ни в одно из этих уравнений тем сам это плохой контур значит я должен выбрать какой-нибудь другой давайте выберем его вот таким образом вот у меня будет вот такой контур будем обходить вот так итак записываем значит смотрите здесь у меня 4 ds соответствует направлении обхода контура дальше здесь у меня все красиво 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 здесь у меня обход контура не соответствует направлении источника значит а минус 2 и ds дальше здесь соответствует значит плюс ds и равно сумме падения напряжения где у меня происходит падение напряжения ток и 3 через этот резистор вот у меня ток и 3 он идет налево а я обхожу контур получается по этой ветке направо получается это минус и 3 умноженный на r дальше поднимаемся здесь опять же минус и 3 умноженный на r идем сюда и здесь у меня ток и 4 идет налево в соответствии с обходом контура получается что это плюс и 4 умноженное на 2 r тем самым вот наше последнее правило которые мы записали господа напишите в чат понятно ли как мы записали вот эти пять уравнений или у кого какие есть вопросы если понятно поставьте плюсик и соответственно я утверждаю что мы можем решить эти все уравнения алгебраически но решать мы их не будем потому что мы просто потратим на самом деле на это время да если будем просто решать все эти уравнения так я вам скинул задачку волосы можете разобрать там конденсатор из параграфа правил киргов давать давайте разберем задачку который нам скинулся фланг так а идея решения какая а вы имеете ввиду этих пяти уравнений ну на самом деле чтобы решить вот такую систему из пяти уравнений тут есть уже небольшая проблемка проблема заключается в том что здесь ну если по-нормальному быстро их решать нужно составлять матрицу но в целом типа вы попытаетесь избавить сначала от большого количества переменных not чтобы я например сделал так сейчас они да все токи существует ну я бы например взял бы как нибудь то есть надо сначала избавляться от всех переменных например я бы выразил бы и один сказал бы что это и 5 минус и 2 то есть вот чтобы решить систему наверно ну полчасика надо будет потратить вам да я бы выразил ток и один и подставил бы соответственно в каждое уравнение где у меня есть и один но и один у меня соответственно присутствует только здесь тем самым я бы уже избавился бы от одной переменной и свел бы четырем уравнением из четырех неизвестных дальше я бы например выразил ток и 3 как и 5 минус и 4 и подставил бы опять же во все уравнения где у меня существует ток и 3 у меня получилось бы уже три уравнения с тремя неизвестными и дальше повторять алгоритм то есть выражаете из одного уравнения неизвестно подставляйте во все другие ну там просто у вас получается такая адовая красота смысле с преобразованием и тому подобное матрицу это посмотрите наши вебинары по вышмату господа чтобы научиться составлять матрицы очень хорошая идея на самом деле так значит не могу понять у меня восстановилась сильнее трансляция а все на самом деле у вас в принципе никогда не будет каких-то больших систем уравнений то есть вот даже такой дичи вообще в принципе не должно быть ни на олимпиаде не тем более на экзамене и я просто привел вот такую жуткую цепь лишь для того чтобы мы отработали как записываться правила киргофа ну что ждать задачу который нам скинулся фуан давайте я сначала приду доску в порядок и погнали вот так вот вот Итак, задача. Какую именно вы предлагаете нам рассмотреть? А, ну все, вижу. Нет, да, лаги действительно идут, но что поделать. Есть так есть. Значит, вот наша электрическая цепь. Итак, конденсатор, дальше, соответственно, второй конденсатор, резистор, ключик, резистор, и вот сюда все это подсоединяется. Итак, значит, здесь у нас ЭДС, дальше емкость С1, емкость С2, резистор Р1 и резистор Р2. 51.3. Какой заряд протекает через ключ при его замыкании? Итак, задача простая, да? Какой заряд протекает через ключ при его замыкании? Все, то есть, ну, нам все известное здесь как бы дано, нам отметили на рисунке. Вообще классная задача, да? Мне тоже нравится. Итак, еще раз. Какой заряд пройдет через ключ при его замыкании? Какой заряд Q? Дано. Ну, значит, считаем то, что все, что нам изображено на цепи, нам известно, якобы, да? Какой заряд? Оно еще С1 и С2. Какой заряд пройдет через ключ при его замыкании? Так, ну что ж, давайте рассматривать и думать, что же у нас здесь происходит. Когда ключ разомкнутый, что у нас здесь? У нас есть ЭДС. У нас, соответственно, ток может идти в цепи, если ключ разомкнутый. Ну, вроде как да. Да, у нас ток будет идти вот таким образом через резисторы. Все хорошо, окей. Так, будут ли у нас заряжены конденсаторы? Ну, в принципе, да. То есть, у меня ток здесь идет. Соответственно, у меня здесь есть раз потенциалов. То есть, у меня между этими двумя точками есть напряжение. И оно будет равно сумме напряжения на этих двух конденсаторах. Окей. Давайте, соответственно, решим эту цепь. Здесь, на самом деле, все очень просто и тривиально. Вводим токи. Ну, пусть у нас здесь течет ток И1. Соответственно, он и здесь будет И1. И здесь будет И1. Все. Ничего большего здесь у нас нет. Далее. Обойдем как-нибудь нашу цепь. Какой обход контура мы выберем? Ну, давайте вот таким образом обойдем вот такой вот замкнутый контур. Будем вот так его обходить. Итак, как запишем правило Киргов. У нас ЭДС действует в эту сторону вниз. Дальше. Равно все это сумме падения напряжения. Да, больше у нас ЭДС нигде нет. Получается, что это И1 умножить на R1 плюс И1 умножить на R2. Тем самым, если я считаю, что у меня ЭДС R2 R1 известны, то я знаю ток И1. И 1, чему будет равно, это ЭДС поделить на R1 плюс R2. На что напоминает? Это, в принципе, по факту закон Ома для замкнутой цепи, да? Для всей цепи. Вот как будто я рассматриваю эту всю замкнутую цепь. Далее, соответственно, давайте скажем, а чему равны у нас напряжения вот здесь, на этих конденсаторах. И запишем это через второе правило Киргофа. То есть посмотрим, как он у нас будет выглядеть, если мы его таким образом записываем. Я хочу выбрать, например, вот такой контур. Вот так его буду обходить. Соответственно, я должен, в принципе, на самом деле сначала расставить, господа, заряды на своих конденсаторах. То есть, почему ток не течет через конденсатор C2? Как он должен течь через конденсатор C2? Смотрите, в таких цепях мы всегда обычно рассматриваем стационарные состояния, да, то есть в таких задачах. Что у нас конденсаторы, если они могут быть заряжены, то они заряжены. И у нас нет, соответственно, тока в зарядке здесь. Поэтому, если конденсатор разряжен, то это разрыв в цепи. То есть, у вас не может ток идти через конденсатор, который заряжен. То есть, когда конденсатор заряжается, через него ток идет. Но в данном случае мы рассматриваем, что у нас кондер заряжен, и это просто-напросто разрыв цепи, то есть у вас ток сюда идти не может никак. Итак, давайте расставим заряды. Все очень просто. Здесь отрицательная обкладка. Напоминаю, что как мы выставляли заряды на конденсаторах, я уже в принципе говорил об этом. Что если у вас идет конденсатор, и здесь, например, у вас потенциал Фи1, здесь у вас потенциал Фи2, то там, где потенциал больше, там у вас на конденсаторе заряд плюс. Там, где потенциал меньше, там заряд минус на конденсаторе. Нет, то есть еще раз, дана нам электрическая цепь, вот что нам известно. Там условие очень простое, в смысле, оно написано, какой заряд пройдет через ключ при его замыкании. Все. Но понятно, что мы рассматриваем стационарное состояние, не когда у нас там что-то все заряжается и какая-то дичь происходит. Итак, соответственно, мы понимаем, что где у меня самый больший потенциал. Самый больший потенциал вот в этой точке. Дальше здесь у меня потенциал поменьше, здесь очевидно, что еще потенциал меньше, и здесь самый маленький потенциал. Поэтому получается, что заряд на конденсаторах будет идти так. Здесь минус, здесь плюс, здесь минус, здесь плюс. Дальше. Как записывается правило Киргофа, когда вы идете через конденсатор? Вот у меня, соответственно, конденсатор. Пусть у меня здесь плюс, здесь минус. Если вы обходите контур от плюса к минусу, то вы записываете напряжение на конденсаторе со знаком плюс. Ну и пишите просто УС. То есть вы пишете напряжение на конденсаторе. Если вы идете, соответственно, наоборот, от минуса к плюсу при обходе контура, то вы пишете минус УС. Это правило для знаков в правиле Киргофа, когда вы обходите конденсатор. Давайте как раз запишем правило Киргофа для вот этого розового замкнутого контура. Алгебрическая сумма ЭДС. Чему она равна? Она равна нулю. У меня нет никаких ЭДС. Дальше, соответственно, я иду через этот конденсатор, получается, что это минус УС1. Назовем это напряжение на первом конденсаторе. Здесь у меня минус УС2, напряжение на втором конденсаторе, и плюс И1, умноженное на Р2. Ну, если вы внимательно посмотрите на этот закон, УС1 плюс УС2 равно И1, Р2. Что такое И1, Р2? И1, Р2, соответственно, просто напряжение вот здесь, между этими двумя точками. А эти два конденсатора, они как раз как соединены, на самом деле. Если вы хорошо, внимательно посмотрите на ЭДС, то вы поймете, что эти два конденсатора соединены последовательно. А мы знаем правила для последовательных конденсаторов. У них напряжение суммируется. Вот и все. Так, а почему расставлены знаки на конденсаторе вот таким образом? Еще раз говорю, да? Там, где потенциал больше, там идет положительный заряд. Там, где меньше потенциал, там отрицательный. Ну и, соответственно, я понимаю, условно говоря, вот если я взгляну на эту цепь, то я понимаю, что здесь у меня потенциал ЭДС. Дальше здесь потенциал какой-нибудь, напишем, Фи1. Здесь потенциал Фи2. И здесь потенциал 0. Ну, во-первых, очевидно, что у нас ЭДС больше, чем Фи1. А Фи1 больше, чем 0. Дальше. Эти два конденсатора соединены последовательно. Значит, здесь у нас потенциал Фи2, он будет меньше, чем Фи1. Ну и, значит, Фи1 больше, чем Фи2. Здесь плюс, здесь минус. И, соответственно, Фи2 больше, чем 0. Значит, здесь минус, здесь плюс у вас расставляется. Можно по-другому это определить. Ну, вы подключили к источнику, соответственно, ваши конденсаторы. Здесь у источника отрицательная обкладка, здесь положительная. Значит, здесь на конденсаторе отрицательный заряд. На этой обкладке у вас расположительный заряд. А здесь они противоположные. Так, почему такая полярность кондера? Ну, еще раз. Правило следующее, что у вас там, где потенциал на обкладке больше, там у вас положительный заряд на конденсаторе. На самом деле, вы, в принципе, можете, как бы, условно говоря, взять и ошибиться, и сказать, что поменять вот здесь знаки. Ну, соответственно, тогда у вас просто будет ошибочное уравнение. Но это не критично. В этом нет ничего страшного. Так, разобрались с этим или все же еще не все осознали, почему именно так я расставил знаки? Потому что, ну, давайте, условно говоря, рассмотрим вот самую простую цепь из источника и двух конденсаторов, соединенных последовательно. Вот у меня есть два источника, ой, источник и два конденсатора. Здесь минус, здесь плюс. Итак, внимательно слушаем сейчас. Рассказываю этот момент один раз, объясняю. Вот я взял и подключил два конденсатора к источнику. Соответственно, что у меня будет происходить? У меня, давайте будем считать, что у меня именно положительные заряды двигаются в цепи. Значит, вот здесь положительные заряды на этой пластине. Увидели, что у них здесь минус есть. Что они сделают? Правильно, они побегут к минусу. Значит, здесь положительные заряды они берут и убегают вот сюда. Если у меня убегает отсюда положительный заряд, то здесь какой становится? Отрицательный. И у меня положительный заряд, когда убегает, его источник перекидывает и загоняет вот сюда. То есть у меня взял вот этот положительный заряд, он убежал отсюда и здесь стал минус. Дальше. Что происходит в этих двух конденсаторах? У меня вот здесь положительные заряды, которые есть, они чувствуют вот эти плюсы, им это не нравится. И они, соответственно, убегают там, где минусы, потому что здесь хорошо. У меня убежало здесь два положительных заряда, значит, здесь стала их нехватка. Значит, здесь два минуса. А вверху 0. Ну, потенциалу, стоп. Если здесь у меня потенциал ЭДС, то здесь у меня потенциал равный 0, правильно? То есть я на этой обкладке принимаю потенциал равный 0, тогда, получается, переходя через источник, у меня здесь ЭДС. А здесь, соответственно, тоже потенциал 0. То есть как потенциал мы расставляем по нашему правилу. Так, все разобрались со знаками, как мы расставили конденсаторы. И теперь, соответственно, что мы хотим? Мы хотим найти, на самом деле, какие заряды у меня находятся на конденсаторах. То есть чтобы решить эту задачу, мне надо определить заряды на всех этих конденсаторах двоих. Так, когда я в своей голове пытался сказать, что плюс могут двигаться, моя логика ломалась. Ну, в смысле, почему? Вы имеете в виду то, что у нас на самом деле там двигаются электроны? В этом нет ничего критичного. Это вы типа просто смотрите, условно говоря, более фундаментально. Ну, можете рассмотреть ту же самую идею прямо с электронами. Электроны убегают, значит, у вас становится нехватка отрицательных частиц, там становится положительный заряд. Мы просто не смотрим фундаментально на то, что там на самом деле бегают электроны. Мы просто говорим о том, что пусть там будут положительные какие-то заряды. Вот и все. Ничего от этого сильно не меняется. Итак, вернемся. Значит, напоминаю, что заряд по определению через емкость это напряжение умножить, соответственно, на емкость конденсатора. Так, далее. Я записал вот этот закон. Это у меня по факту было правило Киргофа. Что я могу еще записать? Я знаю ток И1. Давайте распишем, что такое напряжение УЦ1 и УЦ2. УЦ1 напряжение – это заряд на первом конденсаторе поделить на его емкость С1. УЦ2 – это заряд на втором конденсаторе поделить на его емкость С2. И равно это, соответственно, ЭДС поделить на Р1 плюс Р2 умноженное на Р2. Так, записали. Дальше. Что мы еще можем записать? Мы можем записать закон. Не, ну вы не думайте о том, что там электроны и все. Все будет нормально. Давайте рассмотрим вот эту обкладочку. То есть вот то, что я сейчас выделяю зеленым, это у меня не контур. Это я рассматриваю просто вот эту обкладку. Если у меня изначально конденсаторы в цепи были не заряжены, то у меня для этой обкладки мы можем спокойно записать закон сохранения заряда. То есть суммарный заряд на этой обкладке должен был изначально равняться чему? Он должен равняться нулю. Так, как мы можем записать? Заряд на этом конденсаторе, это у нас Q1, то есть на этой обкладке он положительный. На этой обкладке у меня заряд отрицательный, то есть минус Q2. И вот сумма зарядов на этих двух обкладках должна чему равняться? Должна равняться нулю. То есть мы получаем, что у нас Q1 равно Q2. Тем самым, подставив это все вот сюда, в это уравнение, мы найдем с вами, чему равны у меня заряды. То есть выходит, что, например, Q1 я вынес за скобочку, заменяю Q2 на Q1, и у меня получается 1 на C1 плюс 1 на C2 равно EDS R2 деленное на R1 плюс R2. Так, ну и, соответственно, заряд Q1 равен чему? Так, получается C1 плюс C2 на EDS R2 делить на C1, C2 R1 плюс R2. Записали? Да? Это мы нашли заряд на этом конденсаторе и на этом конденсаторе, по факту. Дальше что мы делаем? Так, давайте так. По этому написанному у вас есть вопросы или нет? Если все понятно, поставьте плюсик в чат, потому что теперь я начну замыкать ключ и думать, что происходит с цепью. Потому что сейчас начнем проводить замыкание. И я начну здесь много чего стирать. Что наоборот? А! Да! Сейчас! Да-да-да, все верно. C1 плюс C2. Так, немного не поняла про заряды на конденсаторах. Ну, еще раз, смотрите. У вас вот на этой обкладке изначально заряд какой был? Он был 0. Теперь скажем, что у меня на этом конденсаторе заряд Q1, на этом конденсаторе заряд Q2. У вас, соответственно, вот на этой обкладке какой заряд? Положительный, заряд Q1. Здесь на этой обкладке заряд отрицательный, поэтому я записываю минус Q2. То есть что вот это за уравнение? Это на самом деле закон сохранения заряда. Что у меня изначально был заряд 0, а теперь, соответственно, у меня заряд Q1 убежал отсюда, и здесь стал заряд Q2. Но, так как у нас всего лишь две обкладки, то заряды эти равны на самом деле. Так, то есть два кондера, подключенных последовательно, это один кондер с суммой емкостей. Не-не-не, почему с суммой емкостей-то? Нет-нет. У нас как раз вот эта формула, это и есть единица на C общая, господа. Эти у меня два конденсатора соединены последовательно, и, соответственно, при последовательном соединении конденсаторов у нас емкость будет вычисляться как 1 на C общая равно 1 на C1 плюс 1 на C2. Так, все, со всеми вопросами разобрались? Или еще какие-то есть вопросы? Вопросы вроде как позадавали, а плюсы никто даже в чат не поставил. Ну что ж, тогда начинаю замыкать. Давайте это тоже сотрем. Итак, замыкаем ключ. И начинается самое веселое. Да, у меня будет происходить перераспределение здесь заряда. Я вот сейчас думаю, как бы нам поступить лучше. Сейчас, давайте, у меня есть предложение. Я хочу нарисовать эту вторую же цепь, потому что, чтобы мы смотрели на нашу картинку. Короче, я стираю все вот эти уравнения, кроме заряда, который мы вывели. Все остальное вот это стираю. И нарисую вторую цепь. Только когда мы ключ замыкаем. И рассмотрим, что здесь все происходит. Значит, здесь источник. Дальше конденсатор. Резистор. И здесь резистор. Значит, R2, R1, C2, C1, ЭДС. Я записывал ваши слова про побег положительного заряда. Достаточно мило, да? Так. Ну что ж, давайте думать, что здесь происходит. Ток у меня, очевидно, в любом случае будет вот таким образом бегать здесь. Надо потенциал немножко порасписывать, чтобы понять, как это все у нас соединено. Значит, здесь у меня будет ЭДС. Здесь потенциал тоже ЭДС. Здесь 0. Да, то есть, если здесь я беру потенциал, равный ЭДС, а здесь потенциал, равный нулю, то, значит, здесь 0, здесь просто ЭДС, а здесь некий потенциал ФИ1. А, ну и все. Прикольно. Здесь, к сожалению, у нас конденсаторы уже, нельзя сказать, что они соединены как-то последовательно или параллельно. То есть у меня, на самом деле, вот этот конденсатор, он просто соединен параллельно вот с этим источником, а этот конденсатор соединен параллельно вот с этим резистором. То есть, если я нарисую эквивалент этой электрической цепи, то давайте это сделаем, и у нас цепь будет выглядеть примерно вот так. Это у нас будет конденсатор С1. Значит, здесь будет ЭДС. ЭДС, дальше, здесь у нас будет резистор Р1 и Р2. И вот конденсатор С2, он вот сюда подсоединен. Вот наш эквивалент электрической цепи. Так, почему там ЭДС тоже? Потому что ток через Р1 не потечет. Нет, почему в смысле? Ток через Р1 потечет, ему все нормально, ему вообще, в принципе, все нравится. Почему? Здесь ЭДС, здесь Фи1. Ему нормально устраивает, то есть у вас ток идти может, все нормально. Нет, здесь у вас ЭДС просто потому, что у вас здесь провод. На идеальном проводе у вас разность потенциалов равна нулю. То есть на идеальном проводе, там где нет сопротивления, у вас потенциал в каждой точке одинаковый. Значит, если у вас вот здесь ЭДС, то у вас по всему этому проводу тоже ЭДС. И вот по всему этому проводу тоже у вас ЭДС потенциал. Вот наш эквивалент от электрической цепи. То есть у меня конденсатор С1. У него разных потенциалов ЭДС, то есть он по факту просто подсоединен параллельно с этим, с этим, с этим, с источником. А конденсатор С2, у него вот здесь потенциал ЭДС, здесь Фи1. И он подключен параллельно на резистор Р1, потому что у резистора Р1 такая же разность потенциал Фи1. Вот наш эквивалент здесь. Итак, значит, что мы знаем? Давайте расставим опять же... На ЕГЭ эта тема встречается только в более простом варианте. Но в смысле, давайте так. В этом году ЕГЭ будут жестить. Это 100%. Потому что в прошлом году по физике дали ЕГЭ простое. Там не было... Ну, если не считать одну задачу с моментами, то там было все стандартно. В этом году явно будут создавать новые задачи. В смысле, какие-то задачи возьмут из старых сборников, но какие-то задачи явно появятся новые. Это 100%. Я в этом просто уверен. И лучше прорешать более сложные задачи. То есть если вы это осознаете, это классно. Так. Далее, соответственно, что мы делаем? В смысле, отвлекли? А, я хочу найти заряды. Я хочу расставить их, да? Здесь у меня потенциал 0, здесь ЭДС. Значит, здесь будет плюс, здесь минус. Потому что здесь потенциал явно больше, чем здесь, да? Дальше. ЭДС явно больше, чем Фи1. Значит, здесь будет плюс, здесь минус. Все, я расставил заряды. Огонь. Теперь найдем просто заряд на каждом конденсаторе. Чтобы найти заряд на каждом конденсаторе, мне необходимо найти что? Правильно, напряжение на этих конденсаторах. Доброй ночи, Павел. Ой, доброй ночи. Добрый вечер вам. Итак, найдем напряжение. На первом конденсаторе мы напряжение с вами уже... Как мы могли, кстати, найти напряжение на конденсаторе из правил Кер... Вы все этот конвейер помните, да? Итак, допустим, вы могли бы взять просто вот этот контур, например. Вот с таким обходом. И что же у вас получилось бы тогда? У вас здесь ЭДС. Дальше. Где у вас происходит падение напряжения? Резисторов у вас нигде нет. И есть только конденсатор, через который вы идете от плюса к минусу. То есть, это равно УЦ1. Вот и все. То есть, смотрите, мы через потенциал доказали, что напряжение на первом конденсаторе равно ЭДС. Да, потому что здесь ЭДС минус 0. И через Киргофу мы точно так же доказали, что у нас напряжение на конденсаторе это ЭДС. Значит, если я знаю напряжение на первом конденсаторе, я знаю как... Все, вы решали ситуацию. Все нормально. Все работает. Все четко. Что это вы думали? Не. Как это? Меня в заложнике? Да никогда. Чтобы меня просто какой-то YouTube закрыл. Нет, ни разу. Все нормально, все функционирует, все работаем, да? Все четко. Ура, это победа, да? Все зарешали. Итак, давайте вернемся к нашей задаче. Значит, смотрите, еще раз. Мы доказали, что напряжение на этом конденсаторе равно ЭДС. Значит, заряд на этом конденсаторе равняется чему? ЭДС умноженное на емкость С1, правильно? Давайте вот здесь запишем. С1. Теперь я, соответственно, хочу посчитать напряжение на втором конденсаторе. Чтобы посчитать напряжение на втором конденсаторе, мне надо найти либо потенциал Фи1, да? Можно решить через метапотенциалов. Ну, либо так мы все же объявили сегодня, что у нас правило Киргофа, то давайте решим именно через Киргофа. Какой контур я выберу? Я, соответственно, чтобы мне... Хотя нет. То есть можно, на самом деле, было бы выбрать вот этот контур. И здесь было бы ЭДС, и все классно, все работало. Но давайте чуть поэкстравагантнее выберем контур. Хочу выбрать, соответственно, вот такой контур, господа. Во! Контур с конденсатором, чтобы вы еще раз увидели, как это все функционирует. Победили ли? Конечно, конечно, все правильно. Итак, значит, берем вот такой зеленый контур, да? В этом контуре, то есть я не трогаю пока конденсатор С2. Почему я трогаю этот конденсатор? Потому что, в принципе, я знаю на нем напряжение. Я знаю, что оно равно ЭДС. Я мог бы взять и вот такой контур, и просто через источник все рассмотреть. Но чуть-чуть хотим помучиться, да, условно говоря. Значит, смотрите. Алгебрическая сумма ЭДС в этом зеленом контуре равна нулю. У меня нет никакого ЭДС. Дальше. У меня есть конденсатор. Я иду в конденсаторе от минуса к плюсу. Значит, я беру минус напряжение на первом конденсаторе. И дальше у меня, соответственно, И2Р1 плюс И2Р1 и плюс И2Р2. Что я отсюда могу найти? Зная напряжение на то, что на конденсаторе оно равно ЭДС, я нахожу ток ЭДС. То, что ток ЭДС у меня равняется ЭДС, получается, поделить на Р1 плюс Р2. Но опять, что же это такое? Это опять все тот же самый закон Ома для полной цепи, как будто я просто рассматриваю вот эту цепь. То есть у меня же здесь токи не идут, все хорошо. Так, почему ЭДС равно напряжению? Ну, у вас здесь потенциал ЭДС, здесь 0. В смысле, напряжение вот на этом конденсаторе, это разность потенциалов, получается, оно равно ЭДС. То есть напряжение просто на этом конденсаторе равно ЭДС. Ну, так получилось, так совпало. Либо вы могли взять вот этот контур. У вас, соответственно, алгебрическая сумма ЭДС чему равна? Ну, просто ЭДС, правильно? А алгебрическая сумма падения напряжения у вас здесь негде падать напряжению, кроме как на конденсаторе. При этом я иду вот здесь от плюса к минусу на конденсаторе, поэтому это просто УЦ1. А вот здесь, когда я выбрал контур, я иду от минуса к плюсу, поэтому я беру минус УЦ1. Соответственно, да? Все, мы нашли ток И2, теперь нахожу напряжение на втором конденсаторе. Выбираю контур, вот этот вот. Вот так буду обходить его. Так, вот такой контур выбираю. Что у нас здесь выходит, господа? Ну, смотрите, у меня алгебрическая сумма ЭДС в этом контуре равна нулю. Дальше я иду от минуса к плюсу, значит, у меня минус напряжение на конденсаторе, минус УЦ2. И плюс И2, Р1. Плюс И2, Р1. И2 я только что нашел. Значит, я, получается, знаю напряжение на втором конденсаторе. Ну, прям такого не должно быть, но вот, в смысле, модель чуть попроще вполне на самом деле может быть. Ну, то есть, давайте даже так. Так, на самом деле, такое задание вполне можно дать в ЕГЭ, так как здесь вот это все я могу решить не через потенциалы и Киргофа, а всеми теми способами, которые есть в школьной классической физике. Типа вот здесь у нас просто были два последовательно-соединенных конденсатора, и мы знаем, как их рассчитывать. Здесь у нас просто вот этот конденсатор оказался параллельно вот этим двум резисторам, а этот конденсатор соединен параллельно этому резистору. Типа вот, эквивалент CPU я только что стер. Ну, поэтому нет, такое задание вполне вам могу даже дать, да. Это, конечно, будет что-то более жесткое, но такое может быть. Но, правда, это действительно такая жесть. Итак, значит, что у нас здесь выходит, смотрите. Напряжение на втором конденсаторе УС2 равно И2, то есть это ЭДС, деленное на R1 плюс R2, умноженное на R1. Вот такое у меня напряжение на втором конденсаторе. Теперь я могу найти заряд на втором конденсаторе Q2'. Вот здесь скажу то, что заряд на втором конденсаторе Q2'. Он чему равняется? Эта емкость умножить на напряжение. Получается, это ЭДС R1 поделить на R1 плюс R2 и умножить на емкость C2. Теперь, соответственно, думаем, какой заряд у меня прошел через ключ. Давайте так. Всем ли понятно, как мы нашли заряды на конденсаторах, когда у нас ключи разомкнут? Как мы нашли заряды на конденсаторах? То есть вот я нашел заряд Q1' и Q2'. Обратите внимание, получается, вот на эти три строчки. Вот эта строчка меня сейчас интересует. Эта строчка. И вот эта строчка. Теперь самая сложная часть этой задачи. Понять, какой заряд прошел у меня через ключ, когда я его замкнул. Если понятно, то напишите плюсик в чат. Почему напряжение на втором конденсаторе такое? Какое? Вот такое в смысле? Здравствуйте, здравствуйте, Марат. Оно у меня на втором конденсаторе такое, потому что... В смысле, вот я записал второе правило киргофа вот для этого розового контура. У меня здесь ЭДС вообще нету никаких, правильно? Дальше. Где у меня происходит падение напряжения? На конденсаторе при этом это минус напряжения на втором конденсаторе. Почему со знаком минус оно идет? Да потому что банально я иду от минуса к плюс. То есть, если я иду обход контура от отрицательной обкладки положительной, то я беру знак минус. Значит, здесь минус УЦ2 плюс И2Р1. Ну, соответственно, получается, что напряжение на втором конденсаторе равно... Что вот это такое И2Р1? Это напряжение на этом резисторе. Я рисовал вот здесь эквивалентную цепь, и там получалось, что у меня второй конденсатор, он соединен параллельно вот с этим резистором, потому что он сразу потенциалов одинаковое. У меня напряжение на втором конденсаторе это что? ЭДС минус ФИ1. Например, напряжение на резисторе это тоже ЭДС минус ФИ1. То есть, они соединены параллельно. Поэтому, соответственно, знаю напряжение на резисторе Р1, я знаю напряжение на конденсаторе. Так, давайте так. С какого момента повторить задачу? Стоять! Куда разошлись? Останавливаемся. Так, еще раз. Двойна еще не проиграна. Да, мы боремся до конца. Итак, еще раз. Вот у меня Ц1. Первое. Как у меня вот здесь соединены конденсаторы. У меня этот кондер с этим соединены последовательно. И, соответственно, суммарное напряжение на этих двух конденсаторах равно напряжению на втором резисторе. Дальше, соответственно, что мы сделали с вами? Мы записали правила Киргофа вот для этого большого контура. Из него мы нашли ток И1. Зная ток И1, мы нашли напряжение на этом резисторе. То есть мы И1 умножили потом на Р2. Зная напряжение на этом резисторе, мы нашли напряжение на этих двух конденсаторах. И при этом мы знаем, что на них одинаковый заряд. Да, потому что они соединены последовательно. Из этой логики мы нашли заряд на каждом из этих двух конденсаторов. Он у меня равняется, вот он, Q1. Мы его нашли. Дальше, соответственно, мы нарисовали вторую цепь, когда мы замыкаем наш ключ. И, соответственно, что у нас здесь происходит? У меня выходит, что в этой цепи этот конденсатор соединен параллельно прямо на сам источник. Либо можем рассказать, что у меня конденсатор C1 соединен параллельно вот с этой веткой цепи, потому что у них одинаковая разница потенциалов. А конденсатор C2 соединен параллельно с резистором R1. Дальше, опять же, записали правила Киргофа. Мы для какой цепи? Где она у меня? Мы записали вот это правило Киргофа для этого контура. Здесь у меня алгебрическая сумма EDS. Равна падению напряжения на конденсаторе UC1. Соответственно, нашли то, что напряжение на этом конденсаторе равно EDS. Здорово. Дальше, записали, например, правила Киргофа вот для этого контура. Здесь у меня нет никакого EDS. Дальше, у меня конденсатор, когда я прохожу от минуса к плюсу, соответственно, беру его со знаком минус. Напряжение на первом конденсаторе плюс. Падение напряжения на резисторах. Нашли, соответственно, ток E2, зная то, что UC1 равно EDS. Дальше, зная напряжение, точнее, зная силу тока E2, мы нашли напряжение на этом резисторе. Да, это просто у нас E2 умноженное на R1, и мы говорим, что это равно напряжению на этом конденсаторе. У них одинаковая разность потенциалов, потому что. Тем самым получается, что мы нашли напряжение на каждом из конденсаторов. Дальше, умножаем их на их емкости, и я знаю отсюда заряды на конденсаторе C1 и C2 после соединения ключа. А теперь, соответственно, что мы делаем? Находим, какой заряд прошел у меня через что? Через мой ключ. Как мы это с вами сделаем? Так, куда это я буду записывать? Давайте вот эти уравнения сотрем. Итак, какой, соответственно, заряд у меня прошел через ключ? Дельта Q. Это суммарный заряд, который у меня находится вот на этих двух обкладках после соединения ключа. Q1' плюс Q2'. Вот такой заряд у меня вот здесь в конце был. Минус, соответственно, суммарный заряд, который у меня находится на этих двух обкладках. На этой обкладке у меня положительный заряд Q1. Да, получается, это у нас Q1. А на этой обкладке у меня отрицательный заряд, причем такой же. То есть, напоминаю, что здесь они соединены последовательно. Минус Q1. То есть, вот этот знак минус относится, потому что у меня эта обкладка заряжена отрицательно. То есть, условно говоря, мы понимаем, что у нас сумма зарядов вот на этих двух обкладках вот здесь изначально была вообще равна нулю по факту. А теперь она стала равна Q1' плюс Q2'. То есть, по факту у меня как раз через ключ прошел заряд, равный сумме просто Q1' плюс Q2'. То есть, мы на самом деле даже могли бы не находить наши Q1'. Ну и тем самым у нас выходит, что это Q1' плюс Q2'. То есть, это ЭДС C1 плюс, соответственно, ЭДС R1 поделить на R1 плюс R2 умноженное на C2. Все это и есть наш ответ. Итак, господа, ваши вопросы по данной задаче. То есть, еще раз. Как мы находим заряд, который проходит через вот этот ключ? Я просто смотрю, как изменился заряд на этих двух обкладках. Здесь суммарный заряд вообще равняется нулю. И вот я записываю этот суммарный заряд, что это Q1 и минус Q1, потому что они равны просто на этих двух конденсаторах. А вот у меня суммарный заряд после закрытия ключа. Это Q1' плюс Q2'. И вот именно такой заряд у меня и прошел через мой конденсатор. Если у вас есть вопросы, то задавайте их в чат. Если вопросов нет, то поставьте плюсик, если все понятно, как мы решили эту задачу. Вроде YouTube перестал виснуть. Это хорошо, это нас радует. Получается, не сказать, что она особо и нужна. Из первой схемы на самом деле вы должны просто понять, что да, у них типа одинаковые заряды. И типа, а, ну сумма зарядов равна нулю. Все, типа, найдем просто заряды вот здесь. Если вы сразу же осознаете то, что здесь положительные, то получается, что рассчитывать вот эту схему, на самом деле, да, не обязательно. Поэтому, когда вы спрашиваете, можно ли такую задачу дать в ЕГЭ, да почему бы и нет. Да? То есть здесь тогда у вас сильно надо просто напрягать именно логику, думать об этих цепях. Ну типа, первую схему вообще не надо рассчитывать. Вторую взяли, рассчитали вообще стандартным способом, без киргофа. Просто, например, взяли вот этот контур, спокойно сказали, что, а, ну здесь ток не идет. Типа, давайте просто рассмотрим стандартную цепь законом ОМА для полной цепи запишем. Найдем напряжение, найдем заряды. Все. В смысле, поэтому если вы спрашиваете, можно ли такое дать в ЕГЭ, да, можем. Ну, задача решена через год просто потому, что у нас чуть-чуть тупил YouTube. Так, поехали дальше. Давайте немножко поработаем с вами с симметриями. То есть, просто поговорим о том, что у нас вообще существует симметрии в задачах электрических. И посмотрим несколько, ну, некоторые цепи на них. Единственное, к сожалению, мы чуть-чуть не успеваем за один веб это рассмотреть. Поэтому начнем сейчас на первом вебе и дальше продолжим на втором вебинаре. А, для вас прошел годную. Это действительно здорово тогда. Задачу не мог решить год. Это классно, на самом деле, это очень большой срок. Но все же, теперь вы знаете, как она решается. Итак, смотрите. Значит, в чем суть симметрии? Симметрии нам помогают очень часто именно находить, например, общее сопротивление каких-либо цепей. Существует два вида симметрии. Давайте для начала рассмотрим какую-нибудь обычную, простую цепь. Продолжение следует... Так, нет, здесь тоже добавим резисторы. И, соответственно, вот сюда мы подключаем наш источник. Так, идея заряда на обкладках необычная в использовании. Нет, почему необычная? Закон сохранения заряда. Или то, мы смотрим, как изменяется заряд. Это нормально, хорошая идея. Итак, смотрите. Есть у меня вот такая электрическая цепь. Ну и, соответственно, давайте с ней еще чуть поиграемся. Чтобы вообще классно было. О, вот так сделаем. Все, мега четко. Итак, значит, смотрите. Как у нас выстраиваются симметрии в электрических цепях? Есть два вида симметрии. Как они определяются, вообще симметрично у нас цепь или нет? Представьте, что все сопротивления у нас одинаковые. То есть все резисторы равны. Первое. Вы берете точки, куда вы подсоединяете источник тока. И проводите линию, просто соединяющую две эти точки. И, соответственно, это и есть первая ось симметрии. Вы смотрите. У вас цепь симметрична относительно этой прямой? Да, симметрична. У вас этот резистор симметричен этому. Этот резистор симметричен этому. Этот симметричен этому. Этот симметричен этому. Это первый вид симметрии. Соответственно, через симметричные резисторы текут одинаковые токи. То есть мы получаем, что у нас вот здесь идет, например, ток И1. значит здесь должен идти тоже такой же ток и 1 потому что у нас вот эти резисторы симметричны да и получается что здесь например течет ток у нас и 2 значит здесь течет так точно такой же ток и 2 ну а здесь какой-то некий другой ток и 3 дальше соответственно откуда вообще вытекает вот первый вид симметрии на самом деле доказать его не сложно можно просто рассмотреть потенциалы но у вас получается что если вы рассматриваете например потенциал в этой точке потенциал в этой точке то у вас получается что раз потенциалов вот здесь равна раз потенциалов вот здесь то есть у вас условно говоря первый вид симметрии это вы условно говоря интерпретируете то что у вас параллельное соединение а мы знаем например что если у нас есть два резистора то есть если я беру два резистора параллельно соединенных и у которых одинаковое сопротивление r-то когда подходит ток например 2 и 0 он просто разделяется на два одинаковых тока правильно чтобы было одинаковое напряжение то есть именно таким образом доказывается первый вид симметрии что у нас просто при симметрии относительно вот этой прямой цепь можно рассмотреть как параллельное соединение не больше не меньше второй вид симметрии следующее что вы делаете вы проводите прямую перпендикулярную первой оси условно говоря вы проводите серединный перпендикуляр и 2 тоже равен и 2 равен и 1 да это доказывается через второй вид симметрии и вот он не настолько очевидно легко понятен но все же сейчас постараемся его объяснить смотрите вы проводите ну по крайней мере если у вас цепь именно в плоскости располагается вы проводите что-то наподобие типа сервер середина перпендикулярно то есть вы проводите серпер и так проводим середины перпендикуляр и вы смотрите симметрично ли ваша цепь относительно вот этой прямой в данном случае она симметрично значит тогда получается что через симметричные элементы протекают опять же одинаковые токи из каких физических соображений это выходит ну условно говоря представим себе что мы сюда подсоединили плюс сюда подсоединили минус значит здесь у нас течет ток и один здесь течет ток и 2 правильно теперь соответственно возьмем и изменим например полярность нашего подключения здесь течет ток здесь минус будет здесь плюс вопрос если я поменяю подключение резисторов у меня должно будет изменить сопротивление цепи да нет какая разница то же самое что вы подключите например он метр к цепи ну и возьмете например изменить и полярность сопротивление цепи от этого не должно поменяться никаким образом значит получается что если я подключаю здесь плюс здесь минус и так у меня цепь симметрично вот относительно вот этой зеленой линии то получается что здесь ток должен идти и 2 а здесь должен ток идти и один но цепь же у нас симметричная значит мы получаем что у нас ток и 2 и 1 на самом деле равны и тем самым мы доказываем тот момент что у нас ток вот в этой ветке равен току здесь потому что у нас эта часть симметрично этой относительно вот этой зеленой прямой то есть существует два вида симметрии первый вид симметрии вы проводите вот эту фиолетовую линию просто соединяете клеммы источников и смотрите ваша цепь симметрично относительно этой прямой или нет второй вид симметрии вы проводите что-то наподобие серединного перпендикуляра и смотрите относительно него симметрично или нет если у вас симметрично то соответственно вас ток здесь равняется току здесь ток и 3 соответственно здесь ток тоже будет и 3 в силу симметрии относительно вот этой прямой зеленый да вот задачу из истории я хочу сегодня разобрать там где у нас треугольник был все правильно как это вы не видели задачу stories когда проводился лагерь школ кого там такая мощная классная классическая задача разобралась мной я сегодня как раз разберу история у меня в инстаграме все как полагается всеобщая история так соответственно давайте теперь порешаем некоторые задачи на симметрию и так что мы сделаем для этого давайте возьмем вот такую сеточку достаточно будет да давайте возьмем квадратную сеть и соответственно будем подключать в различные точки наш источник и будем находить общее сопротивление нашей цепи вот эти провода все будем говорить то что один провод имеет сопротивление r все просто не хочу здесь рисовать кучу резисторов то есть считаете что у меня провода имеют сопротивление r здесь r здесь r здесь r здесь r здесь r здесь r и так далее первое давайте подсоединим например выводы ну вот сюда кого-нибудь по диагонали итак вот здесь не будет провода соответственно что мы делаем первый вид симметрии мы проводим прямую соединяющую две клеммы и и задаем вопрос симметрично ли у нас цепь относительно первого вида и так первый вид симметрии и проводим серпер и проводим середину перпендикуляр вот к этой фиолетовой линии симметрично ли у нас цель относительно зеленой линии второй вид симметрии и напишите в чат симметрично ли у нас относительно фиолетовой линии цель и симметрично ли у нас цепь относительно зеленой линии если симметрично относительно фиолетовой значит нас точно по-любому соблюдается первый вид симметрии если у нас цепь симметрично относительно зеленой прямой то у нас соблюдается второй вид симметрии как вы считаете симметрично или нет но на самом деле здесь конечно долго голову ломать не надо ну действительно у меня цепь вот относительно фиолетовый прямой явно симметрично то есть меня вот она перекладывается часть меня наблюдают симметрия значит как мы расставим токи получается что здесь у меня ток идет и один и здесь на вами тоже ток и один это в силу симметрии первого вида правильно да здесь это это симметрия нас наблюдать и так если здесь течет только один то здесь тоже должен течь ток и один дальше пусть у меня здесь течет ток и 2 соответственно здесь тоже течет ток и 2 по первому виду симметрии здесь течет ток например и 3 тогда здесь тоже должен ток течь и 3 Здесь, соответственно, и 3, и 3, и 4, и 4, и 5, и 5. Заметьте, пока я расставил токи только относительно первой симметрии. То, что у меня цепь симметрична относительно фиолетовой прямой. Теперь давайте расставлять токи относительно второй симметрии, так она у меня тоже соблюдается. Сейчас получается, что так у меня цепь, а точнее точки подключения, да, не сама даже цепь, а цепь относительно точки подключения. Симметрично относительно зеленой прямой, это означает, что у меня ток И1 равен току И5. То есть здесь, вот этот у меня участок симметричен этому, значит здесь ток И1. Получается, что здесь у меня тоже ток идет И1. дальше при накладывание у меня получается что этот ток симметричен этому получается и 2 и 4 значит здесь у меня ток и 2 дальше здесь опять же ток и 2 он симметричен этому току получается здесь тоже у меня идет и 2 так ну вот уже неплохо уже хорошо потому что в принципе я вместо пяти токов теперь свел так трем током моя идея нахождение общего сопротивления заключается в том чтобы найти точнее чтобы выразить все через один и тот же ток как мы поступим господа смотрите давайте ток и 2 обозначим за и 0 просто так интересно будет ток и 2 обозначаю за и 0 дальше вы рассматриваете потенциалы та классная тема которую мы используем у меня есть две точки . 1 и . 2 давайте для точки 1 и точки 2 вы сейчас внимательно слушаем давайте для точки 1 . 2 запишем чему равна разность потенциалов если я буду идти через верх так получается что симметрия второго вида меняет направление тока первая не меняет ну нет она смысле не то что меняет направление тока нет она говорит о том что у нас смысле типа направление только не симметрично но его значение симметрично в этом чем прикупать ну старая симметрия вообще выводится из того что если мы подключим источник сначала плюс-минус а потом минус плюс то у нас направление токов изменится на все показания должны остаться теми самыми тем самым получаем что у нас именно значение этих токов должны быть одинаковые это как раз идея второй симметрии смотрите записываю разность потенциал для точки 1 и точки 2 прохожу через верх чему равно напряжение между точками 1 и 2 это и 3 умножить на r это вот это напряжение плюс и 3 умножить на r это я если я иду через напряжение поверх почему я будет равно напряжение по низу если я иду это будет и 0 умножить на r плюс и 0 умножить на r ну из этой записи если я поделю на r и просуммирует у меня получается что и 3 равняется и 0 этот момент всем понятен или нет давайте отпишитесь чат понятно ли почему у нас и 3 равно и 0 то есть еще раз что я сделал я взял бы две точки и говорю почему равна раза потенциалов между двумя точками я прошелся через верх это и 3r плюс и 3r а чему равна раза потенциал между точками если через низ пойду это и 0 r плюс и 0 r почему еще спрашиваю понятно или потому что я начну сейчас стирать значение токов с доски так ну ладно еще вопрос появится то задавайте и так смотрите значит у меня и 3 равно и 0 все супер я стираю и 3 и говорю что это и 0 тогда получается что и здесь у меня токи тоже и 0 правильно так ну а теперь что выходит смотрите вот у меня узел есть у меня втекает ток и 1 а вытекает 2 и 0 получается что ну точнее втекает и 1 а вытекает и 0 и и 0 получается что ток и 1 равняется 2 и 0 то есть вот здесь у меня ток 2 и 0 и здесь у меня ток тоже 2 и 0 и выходит что здесь у меня ток тоже 2 и 0 и здесь 2 и 0 все мы всю задачу выразили всю цепь через один тот же ток теперь я могу спокойно найти общее сопротивление по простой формуле это общее напряжение поделить на общий ток как посчитать здесь общее напряжение вам надо посчитать напряжение между вот этими двумя точками то есть общее напряжение это напряжение между точками а и b давайте считать напряжение между точками а и b как я могу пройти к нему это 2 и 0 умножить на r 2 и 0 умножить на r вот этот участок плюс и 0 r плюс и 0 r плюс 2 и 0 r вы можете посмотреть то что вот это значение напряжения чему она меня будет равно кстати да давайте рожка 2 плюс 2 4 плюс 2 6 6 и 0 r вы можете к этим точкам идти по другому например смотрите 2 и 0 r то есть 2 плюс и 0 r 3 плюс и 0 r 4 плюс 2 и 0 6 то есть я могу к этим точкам вот так пройти и опять получится то же самое напряжение могу вот так пройти и получится то же самое напряжение общий ток какой общий ток это ток который у вас втекает вот сюда получается сколько у вас втекает в этот узел у вас вытекает 2 и 0 и 2 и 0 значит втекает у вас 4 и 0 получается что здесь 4 и 0 тем самым у нас выходит 2 и 0 плюс 2 и 0 4 еще плюс 2 6 и 0 r поделить на и 0 на 4 и 0 получается 3 вторых r это и есть наше общее сопротивление всей этой цепи и так господа ваши вопросы по данному номеру понятно ли как мы посчитали здесь общее сопротивление нашей цепи жизнь прекрасно да так ваши вопросы если вопросов нет то я предлагаю про так и 1 равно 2 и 0 то есть самое простое да но без проблем сейчас смотрите еще раз у меня вот здесь был ток и 1 все очень просто у вас для этого узла вы записываете по факту первое правило киргофа типа алгебрическая сумма тока в узле равна нулю да сколько востока втекает у вас втекает ток вот в этот узел только и 1 а какие токи у вас вытекают вас вытекает ток и 0 и и 0 ну получается значит у вас вытекает 2 и 0 значит и 1 равно 2 и 0 все то есть это и закона сохранения то что у вас сумма токов в узле равна нулю отсюда это и следует смотрите если здесь вопросов нет по поводу этой задачи то давайте я вам нарисую сейчас картинку мы уйдем на перерыв а вы постарайтесь ее решить да то есть здесь все понятно да банальный момент просто то что востоке значит цепь будет у нас вот такая вот ну опять же каждый провод обозначает просто каждый резистор так куда подсоединить клеммы чтобы было четко давайте подсоединим их сюда и так вот к этим точкам я подсоединяю клеммы надо найти общее сопротивление этого контра все перерыв 10 минут а потом продолжаем решаемую задачу решаем еще нескольких цепочек разберем треугольник из stories который я разобрал и соответственно дальше посмотрим конденсаторы в электрических цепях закон сохранения энергии все перерыв 10 минут